Тем не менее, мы знаем, что все равно судьба почти всего решается, как ни странно, не в Европах и даже не на фронте, а в Соединенных Штатах Америки, где очень скоро президентские выборы. И вот как-то печенками, чуя возможность проигрыша, Трамп вроде бы идет ва-банк. Действительно, за несколько дней до выборов доводы разума становятся абсолютно неуместны. В этом он прав. И сдвинуть дело с какой-то мертвой, процентной, не очень выгодной для него точки могут только иррациональные, такие почти пещерные антроша в надежде на то, что именно они отзовутся в миллионах пещерных сердец. В Соединенных Штатах Америки такие тоже есть. Россия далеко не исключение, далеко не является монополистом на все пещерные сердца мира. Они есть абсолютно в любом народе. Ну, не случайно, кстати говоря, русские патриоты находятся в состоянии такой острейшей эрекции на Дональда и ждут его победы. И его неандертальность, она очень созвучна путинизму. Ну, согласно не вполне, вот будем здесь точны, не вполне корректным изложением даже самых больших, даже самых авторитетных американских изданий на митинге в Мэдисон Сквергарден вход пошел, ну, в общем, вход пошел какой-то такой, либо это намеки на расизм, либо это можно характеризовать словами почти расизм, какое-то туманное же ненавистничество, я бы сказал, весьма и весьма завуалированное оскорбление, но оскорбление латиносов, какие-то намеки антисемитского характера. И заверение в том, что Харрис начинала свою карьеру политическую в качестве проститутки, а также, что Харрис является антихристом. Но Трамп, надо сказать, был выдержан и хитер, он почти ничего из этого не озвучивал сам. Все эти скандальные декларации были разбросаны, распределены между всеми выступантами и агитаторами. И это изложение прессы о том, что митинг был практически фашистским, оно уже оспорено, но этот дым, надо сказать, в общем, валит от вполне реального огня. И все это совсем не так глупо и губительно, как может быть оценено на первый взгляд. Ведь ставки на темные чувства – это тоже отличные ставки. На примере России, на примере африканских диктатур, эти ставки могут сработать там, где не сработают ставки на разум. Ведь множество людей в мире являются глубинными, убежденными подонками. И, конечно, им позарез нужна легализация их подонства, их тоже можно и нужно понять. Они годами тоскуют, мучаются, они маскируются, они прикидываются хорошими. Но тут появляется некто, и этот некто объявляет о законности, желании кого-нибудь потаскать за пейсы, пообижать чернокожих, латиносов, поглумиться над дамами и так далее. И тут-то, в общем, социальный грустный пласт подонков оставляется и, конечно, галопом несется курном. Так что, в общем, еще неизвестно вот эта вольная интерпретация трамповского митинга, что больше принесет ему или у него отнимет. И трудно сказать, подчеркиваю, насколько все эти обвинения мичиганского митинга правдивы и обоснованы. Когда мы говорим о том, что Де Ниро называет Трампа куском дерьма, там все, да, абсолютно однозначно. Но, опять-таки, следует понимать, что и Трамп, и Харрис – это все равно еще до сих пор коты в мешке. И никому неизвестно, как они себя поведут, когда из этого мешка вылезут. Но, вообще, вот я вам хочу сказать, что эта недооценка залежей подонства, которые есть в любом народе в огромных количествах, очень часто приводили к выборному краху. Вот эта апелляция только к разумному, к доброму и вечному – это очень глупое дело. Ведь тот, кто прицельно и осмысленно делал на подонство ставки, он всегда выигрывал. Ведь, например, за косноязыкими, бесцветными речами Путина тьма намеков, тьма смыслов, настолько поганых, что плебс, конечно, не может оставаться к ним равнодушным. Серенькость путинских речей обманчива. Это для вас. Для вас это просто бессмысленная словесная каша, которую существо гоняет где-то там за ботоксом щек. Это для вас бессмысленно. А вот русский народ все понимает правильно. Смыслы, которыми упырь кремлевский наполняет в своей тусклой речи, отлично ловятся плебсом, ибо он с этим плебсом на одной волне. В примитивных канцеляризмах Путина за его мимикой старой доярки скрывается то, что абсолютно непонятно ни западникам, ни интеллигентам, но, тем не менее, понятно глубинному народу. В его речах всегда обещание грабежей, обещание возможности беспредела на украденных землях, право рвать юбчонки на девочках Украины, право выламывать унитазы, тащить стиралки, право быть великими и внушающими ужас. А что еще надо дебилу из-за Уралья для счастья, кроме этого? И вот так говорить, как Путин с людьми, это еще надо уметь, это большое искусство. И плебс его слышит и отзывается. Ну, секрет президентства в России, надо быть таким, как они. Садизм Путина, о котором можно говорить, как об отдельном явлении, тоже удивительным образом унисонит с традиционными чувствами народной массы. Потому что вот эта беспредметная, беспричинная злоба ко всяким инородцам, которая прочно, невыводимо коренится в русском характере, она не имеет никакого научного или антопологического объяснения, но она многократно замечена и констатирована. То есть вот садизм и дикие комплексы неполноценности. В сочетании, оказывается, это вот дает совершенно волшебные феерические результаты. Но чтобы это испытывать, надо быть таким же закомплексованным и садистичным, как Путин. Таким же ненавидящим развития и жизни. И народ-богоносец, вот даже не вслушиваясь в ту ахинею, которую он обычно несет, а по его глазам, по его губам уже считывает эту благую весть, которая заключается в мыслимый ужас мира, мы внушаем страх. Ну вот, кстати говоря, путинский перл очередной, что до того, как в Россию прилетали дроны, ракеты, все было гораздо хуже, это ведь очень характерный перл. И вот непонятно, как они до этого, как они до войны жили без дронов, без мертвецов, без изоляции, без объявления в международный розыск, без всемирного позора. И вот только тогда, когда все это появилось, люди смогли выдохнуть свободно, и жизнь у них, то, что называется, наладилась. И они с гордостью говорят, вот посмотрите, как все вокруг горит.